Наше очередное спонтанное путешествие субботнего дня случилось в кибуц Киватхаим. Он находится недалеко от центральной части страны между Натанией и Хадерой. Как аттракция для гостей, здесь размещен кибуцный сафари. Здесь у тебя под ногами и куры бегают, совершенно разных пород, даже тех разновидностей, которые лично я вообще ни разу не видел, и козы добрые ходят, практически ручные, и павлины, но совершенно не пуганные и не боящиеся ничего. Ах, хвостик! Попробуй! Я хочу с тобой. Попробуй! Попробуй! Дайте мне, бlàк! А-а-а! Ледяная! Видите, какая ледяная конча? Она с утра проснулась, не пересесала. Затесалась. Себотки! Ледяная, и вот! Песня! Смотри, они вообще не боятся. Песня! Смотри! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом завале мы нашли уточку, которая наверняка высиживает яйца. И обратите внимание, она пытается защититься и защитить свое потомство. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На территории Кибуцного сафари расположен вот такой вот небольшой выставочный комплекс, где размещены другие представители нашей богатой фауны. Здесь и змеи, здесь и какие-то рыбы, бараны, черепашки, даже крабы какие большие. Все это можно, конечно, посмотреть, но не потрогать. Для детей придумали еще одну очень интересную и познавательную аттракцию. Это доение козы. Ребенок может не только увидеть, как это делается, но и сам принять участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Оказывается, не все птицы гуляют на свободе, и их можно потрогать руками. Есть и птицы, которые сидят в клетке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и конечно же не обошлось без контактного зоопарка, где интересно не только ребенку, но и взрослому потрогать зверюшек. И даже змеи, которые казались бы опасны, также являются ручными. Красивый, да? Еще одна интересная аттракция для гостей – это путешествие по кибуцу с интересными рассказами о жизни современного кибуца. Ну что, поехали? Поехали! 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 Это первая остановка нашего путешествия по кибуцу. Здесь житель кибуцы по совместительству гид рассказывает нам, каким является ценным продуктом – сено, которое кушают корова. А также научит нас как правильно кормить корову. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас нам будут рассказывать и показывать, как стоят корову. Каждая корова в этом кибуце дает каждый день около 40 литров молока. По словам нашего гида, себестоимость литра молока достигает 40 огород. В магазине этот же литр молока стоит около 5 плюс-минус шекелей за 1 литр. Вы теперь посчитайте, какова прибыль этого кибуца только на молоке. Экскурсия по кибуцу длилась где-то примерно плюс-минус 30 минут. И мы снова вернулись в наш сафари. Ну, что можно зарезюмировать по поводу этого места? Очередное место для субботнего отдыха с детьми. В принципе, недалеко, 20 километров от Натани. Это возле Хадеры. Кибуз Гиватхаим. Помимо того, что ты можешь покормить, потрогать руками всех травоядных и млекопитающих, которые здесь есть, и домашних животных, ты имеешь возможность еще прокатиться по кибуцу и получить действительно интересную экскурсию, хоть и на иврите, но действительно интересно посмотреть, как живет кибуц, как работает, как дует коров. Субботу с детьми вообще просто идеально. То есть прикоснуться на самом деле к этой деревенской жизни, к природе довольно-таки очень интересно. Рекомендую. Субтитры подогнал «Симон»